Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10% Террамобил на Янаульской 1А Разгар буднего дня люди спешат по делам, а навстречу радостные школьники. Мальчишки и девчонки вышли на улицу, чтобы поделиться с нефтекамцами новостью о проведении в городе акции и подарить книгу. За неделю до начала акции мы дали клич 10-ю школу, так как она ближайшая ко мне, к моему месту жительству, как говорится. И ребята откликнулись, пришли довольные, даже было как-то немножко удивительно, что они пришли радостные в такой теплый солнечный день. Это очень приятно. Люди принимают положительно, но людям немножко это непонятно, как можно принять их дар книгу. Мы будем приучать наших горожан к таким акциям, чтобы они знали, что есть такое. И в дальнейшем думаем, что люди будут с охотой и удовольствием участвовать в таких акциях. Руслан Ахметов – пятиклассник 10-й школы. Узнав от друзей о проведении акции, он решил принять в ней участие. Мальчик уверен, что книги помогут жителям нашего города хоть ненадолго отвлечься от будничных хлопот. Как мало людей задумываются о том, что надо читать книги. И вот я сегодня пришел, чтобы объяснить им, зачем сидеть за компьютером, когда есть вариант другой, чтобы получать информацию. Сама традиция дарения книг возникла в США. Первую подобную акцию в нашей стране провели в 2012 году. Сегодня сотрудники юношеской библиотеки вместе с учениками 10-й школы подготовили десятки произведений, которые и вручали горожанам. Для них акция стала приятной неожиданностью. День дарения книг я не знала, и это очень приятный такой день получился. Сегодня еще день влюбленных. Очень приятно, что книги дарят. Я сама часто выношу книги, и книга, эти обменники складываю, те, которые сама прочитала, которые мне интересны. Спасибо большое, книга интересна, я думаю, будет. Работники библиотеки считают, подобные акции необходимо проводить не только 14 февраля, чтобы напомнить горожанам, что книги – это все-таки лучший подарок. Зульфия Мировозад, Давлетшин. Время новостей.